Сегодня выпускники всей страны сдали второй обязательный экзамен. Русский язык, так же как и математику, должен сдать каждый 11-классник для получения аттестата об общем среднем образовании. Минимальный порог в этом году 24 балла. Для поступления в ВУЗ необходимо набрать не менее 36. Традиционно по русскому языку выпускники показывают хорошие результаты. В 2016 году средний показатель по региону составил 70,6 балла, превысив общероссийский показатель в 68 баллов. Проверка паспортов, проход через металлоискатель и запрет на использование телефонов. Пункт проведения экзамена номер один, расположенный в первой школе, принимает высоких гостей. Для них, как и всех участников ЕГЭ, правила общие. Глава региона и руководитель профильного департамента осматривают аудитории, где будет проходить экзамен. Что касается возможности узнать заранее, это возможность узнать заранее. Каждая аудитория укомплектована по всем правилам. Отдельные парты для выпускников, принтер для распечатки материалов и две видеокамеры. За ходом экзамена будут следить в штабе, в режиме онлайн. Нарушение – это что значит нарушение? Поймается, шпаргалка, пронески или что. Или организатор стоит и решает, например, не дает. Тогда они, да, напишут что. За порядком в ходе ЕГЭ будут смотреть и общественные наблюдатели. Они могут отслеживать нарушения по видеокамерам в штабе или находиться в аудитории. Все наблюдатели прошли специальное обучение и сдали экзамен. Общественные наблюдатели должны проверить, чтобы в пункте проведения экзамена не было посторонних лиц, чтобы в каждом кабинете были наблюдатели по два человека, часы были. Когда аудитории готовы, запускают учеников. Волнений и переживаний на лицах нет. Для многих ЕГЭ по русскому языку далеко не второй экзамен. Для Дмитрия Курсевича это пятое испытание. Впереди еще два. То, что я выбрал семь экзаменов, это такое свое жизненное испытание, в плане на то, что я смогу решить эти экзамены. Какие предметы вы получили? География, математика профильная, математика базовая, русская, химия, биология и физика. После небольшого инструктажа печать контрольно-измерительных материалов. Примерно в половину одиннадцатого выпускники приступают к заданиям. На выполнение 25 пунктов – три с половиной часа. В первой части необходимо ответить на задания в цифровом или текстовом виде. Во второй – написать сочинение на заданную тему. Именно здесь чаще всего и возникают сложности. Я писала о памяти о войне, о военных событиях. И для меня сложно это было писать, потому что произведения очень трудно подобрать, которые можно использовать. Да и вообще о войне очень сложно писать. Мы не были на войне, мы не знаем, что и как. ЕГЭ по русскому языку необходим для получения тестата и дальнейшего обучения. Выпускники Ненецкого округа традиционно улетают учиться в вузы Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Коми. В этом году добавились Казань и Краснодар. Что касается выбора будущей профессии, предпочтения самые разные. Планирую в Санкт-Петербург национальная гвардия. На кого будешь учиться? Ну, как национальная гвардия, это как МВД получается, сотрудник полиции. Педагогика, психология, девиантного поведения. А почему такое? Я не знаю, хочу вот с трудными подростками работать. Штатарская высшая авиационная училища летчиков. Не знаю, с детства захотел. То есть ты кем будешь будущий военный летчик? Хотелось бы поступить. В Северодвинг, Сиомаш, управление наземно-транспортными средствами. А откуда такой выбор? Ну, я физику сдаю. Я смотрела, на что можно поступить. И меня больше привлекло это направление. Я по целевому месту. Выпускники отмечают, сдавать ЕГЭ удобно. Он заменяет выпускные и вступительные экзамены. Поэтому готовятся тщательно, надеются только на свои знания. В прошлом году все было без нарушений, без удалений. В этом году пока рано загадывать. Но пока тоже все без нарушений, без удалений. Дети уже более-менее привыкли к ЕГЭ? Уже хорошо реагируют? Дети абсолютно себя спокойно чувствуют, не замечают камер. Для тех, кто не смог прийти на экзамен в основные дни, предусмотрен резервный период с 20 июня по 1 июля. Результаты будут известны не раньше 23 июня. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».